Сегодня мы проверим, знают ли жители Конакова, что изображено на гербе Тверского региона. С давних времен на Руси жители той или иной местности придумывали для своего края символы, знаки или цвета, которые ассоциировались у них с родными местами, где они проживали. Эта интересная традиция сохранилась и по сей день не только в нашей стране, но и во всем мире. Утром 21 октября мы провели социальный опрос среди наших горожан и выяснили, знают ли они символику нашего региона и города. Какой-то трон, мне кажется, нет? Я вообще не знаю, что изображено на Твери. Олень с водой и с лесом. Корона, по-моему, корона. Также в связи с проведением народного голосования, посредством которого жители нашего края выбирают зеленый символ верхневожья, мы поинтересовались у конаковцев, какое растение они хотели бы видеть на эмблеме наших родных мест. К сожалению, не все жители нашего города знают, что же изображено на гербе Тверской области и нашего города, но зато у многих появились интересные идеи насчет зеленого символа верхневожья. Розу. Каванхуя. Ну, березу, наверное. Сосна. Розу. Ну, дерево какое-нибудь красивое. Например. Сосну, например. Спасибо. К вниманию всех, как юных, так и взрослых тверичан. На гербе нашей области изображен княжеский стол или, другими словами, трон с высокой спинкой и лежащая на зеленой подушке шапка Мономаха. Герб Конакова также имеет свое значение. Историческое прошлое нашего города, ставшего во многом наследником затопленной корчевы, отражено геральдической фигурой, главой с изображением зайца русака. Конакова стоит на Волге, и поэтому на гербе изображены синие волны. Также и леса, которыми окружен и богат город, присутствуют на нашей символике.